Всем привет! Сегодня будем говорить о лампах U-Torch. Это новые магнитные лампы, которые обладают очень интересными штуками, свойствами и множеством классных функций. Есть индикация во время зарядки, я сейчас все это покажу, горит с зеленым цветом, когда заряжена, красным, когда заряжается. И что интересно, когда лампа уже подсажена, у нее падает примерно на четверть яркость, потому что лампы все-таки не сильно мощные, они 1-ватные, тем самым экономится заряд батареи. И есть индикация о том, что лампа подсела. И в общем-то, что мне нравится, это то, что здесь работают датчики движения, причем работают они крайне корректно. Иногда, конечно, я не могу понять их логику, то есть буквально там из 10 ситуаций он может не сработать, но в целом так работает неплохо. В принципе, это встречается на всех бюджетных лампах, на тех же Blitzwolf у меня была такая же ситуация. И видно, да, что эта лампа чуть более тусклая, чем вот эта. Может быть на камеру это будет не сильно видно, но в жизни это на самом деле так. Основной разъем для питания и зарядки это вот такой вот micro USB порт. Я сюда подключал и пауэрбанк, и зарядное устройство, все работает корректно, заряжается просто отменно и довольно быстро. Лампа потребляет немного и в течение где-то 4 дней у меня получилось ее разрядить. В какой ситуации я ее использовал, как я ее разряжал? Я просто поклеил эти лампы обе на холодильник при входе и в общем-то при входе в квартиру, либо передвижении по квартире, эти лампы загорались. Ну, сами понимаете, что место довольно проходное, поэтому они загорались довольно часто. Я, конечно, в конце видео ее разберу, покажу какие у нее внутренности, кишечки и сделаем определенные выводы. Еще одно место это с другого торца. Здесь у нас находится переключатель трехпозиционный. По центру это выключенная позиция, здесь у нас автоматический режим, то есть лампа будет реагировать на сенсор, который довольно чувствительный, как я говорил, но иногда, в общем-то, она ошибается и не загорается. Ну и основной режим это вот это положение, когда лампа будет гореть постоянно. Что мне понравилось, это то, что есть такие магнитные полоски крепления, причем они большие и можно крепить их в качестве декоративки, либо вместе, либо рядом, либо даже вот таким вот образом можно взять и просто одну лампу прилепить на другую. Смотрите, как это выглядит, то есть вот таким вот макаром и потом как-то что-то это оформлять, как-то что-то делать. И вот видим, что загорается красный светодиод, когда он сменит свой цвет на зеленый, значит лампа заряжена. На зарядку уходит, честно говоря, не засекал сколько времени, мне кажется, это не супер важная характеристика, ну где-то часа 2, может быть 3, вот так. Я оставлял, просто кидал на зарядку и она там потихоньку заряжалась. Из плюсов это то, что лампу можно полноценно использовать во время зарядки, то есть она во время зарядки будет работать также и в режиме либо автоматическом, либо постоянного включения. И вот здесь, кстати, особенно видно, что эта лампа тусклее, потому что она уже подсела и нуждается в зарядке. А эта лампа светит максимально ярко. Посмотрите, как эта освещает и как эта освещает, да, разница, конечно, существенная. Она скидывает яркость, чтобы хоть чуть-чуть подсвечивать, показать себя, где она находится, но при этом не посадить аккумулятор в ноль. По поводу работы, если по датчику движения, то лампа через 20 секунд примерно отключается. Кажется, что 1 ватт это очень мало, но на самом деле на практике это очень большая яркость, ее хватает для большинства стандартных ситуаций. Заряжал эти лампы от разных источников питания, вообще без проблем, непривередливая. И еще, что понравилось, встроенный аккумулятор на целых 500 мАч. Ну, примерно можете посчитать, если лампа на 1 ватт, насколько это может хватить. Также у этих ламп заявлен температурный режим от минус 5 до плюс 40 градусов, поэтому можете их использовать в разных совершенно условиях. Это огромный плюс, это очень сильно расширяет места, где ее можно закрепить. Из плюсов также то, что в комплекте идет специальная металлическая пластина, на другом конце которой есть 3М-скотч. Поэтому эту лампу можно закрепить не только на магните, на какую-то металлическую поверхность, но и на жесткую поверхность с помощью специальной вот этой пластины на 3М-скотче. На гладкую поверхность можно закрепить, на стекло, да куда угодно. То есть на стену, на шпаклевку, на обои. Способов крепления просто немерено. Что еще из плюсов, это то, что лампа имеет белый цвет. Для меня это очень важно. Некоторым для их декоративных задач будет полезно иметь именно желтый цвет. Я не нашел желтого цвета, но и мне он не нужен. Если что, ссылки на лампы я оставлю в описании, можете посмотреть. Может быть там появился желтый цвет. Но белый это более универсально практично. И мне он больше подходит для подсветки тех сценариев, в которых я их использую. Внутри должно быть установлено 20 светодиодов, на которые мы посмотрим в конце видео. Ну и поговаривают, что срок жизни у них около 50 тысяч часов. Посчитайте, сколько будет работать эта лампа. Примерно в вашем режиме, если, допустим, она будет работать круглосуточно. Я считаю, что это неплохой ресурс, особенно учитывая то, что лампа стоит недорого. Следовательно, на LED элементах здесь не сэкономили. Ну, во всяком случае, так написано в инструкции, а как оно на самом деле, по факту, не сильно-то известно. И также в комплекте будет вот такой вот кабель, замечательный USB-Micro-USB, достаточной длины. Так что можно будет периодически лампу где-нибудь использовать в качестве ночника, светильника, ну и в подобных задачах. Лампы можно заказать, как я, по две штуки сразу в комплекте, либо по одной. По одной они будут стоить дешевле. В целом, за две штуки, если купить две, то будет дешевле. То есть экономия. Ну, как оптом, все, что покупаете, всегда будет дешевле. Ну и последний момент, это то, что лампа сделана из алюминия. Эта часть у нас алюминиевая, будет хорошо отводиться тепло. Хотя она не греется, я ее использовал в такой жесткой нагрузке, в постоянной, она вообще не греется. Может быть, как раз-таки благодаря тому, что очень большая пластина и очень хорошо отводится тепло. С виду дизайн мне не очень. Могли бы сделать покрасивее, поинтереснее, но сделали топорно, лишь бы сделать, знаете. Но в целом, все равно можно использовать, поэтому какие у вас выводы, напишите об этом в комментариях. А я приступаю к разборке и все ссылки на все будут в описании. Хорошего настроения, я крайне доволен. Надеюсь, что они у меня не сломаются и прослужат долго. Всем пока. Ну и как раз сейчас вы можете заметить один из сценариев использования этой лампы. Это подсветка вашего рабочего места. Вроде бы 1 ватт немного, но этого хватает, особенно в темноте кромешной. Ну и вот, что у нас внутри. Очень много SMD компонентов. Довольно яркие светодиоды. Ну, понятно, сейчас светят они тускло, потому что лампа уже подсажена. Теперь снимаем рассеиватель. Давайте посмотрим на профиль. Ну, видно, что здесь, конечно, не пожалели ни металла, ничего. То есть лампы действительно очень-очень качественно собраны, сделаны. Есть ребра жесткости. То есть лампа действительно сделана качественно, хоть это и бюджеточка. Посмотрите, как красивенько все сделано, хоть и по-простому. Ну что, здесь у нас спрятан аккумулятор. Я хочу к нему добраться, посмотреть, какие у него характеристики. Но перед этим нужно будет вытащить еще и вот эту плашку. Сам аккумулятор можно было сделать и побольше. То есть, в принципе, здесь есть место для аккумулятора. Но если этот на 500, то сейчас посчитаем, примерно на 1500 сюда хватит аккумулятор. Могли бы сделать, это было бы, ну, незаменимо для данной лампы. Но в целом уже что имеем, то имеем. Датчик выглядит стандартно, простой, без каких-либо изысков. И еще здесь у нас вот такой вот дополнительный какой-то элемент. Что это такое, не знаю. Напишите в комментариях, кто в курсе. С этой стороны мы видим контроллер. Видим, что сборка идеальная. Никаких косяков, никаких претензий у меня нет. Печатная плата представляет собой и сразу же небольшой такой охлаждающий элемент. Как мне кажется, сделано просто отменно. Ну что, приступаю к сборке. А вы уж делайте выводы сами. Нравится вам такой продукт или нет? Ну и небольшой лайфхак для тех, кто досмотрел до конца. Вы же понимаете, что это пустое место, можно чем-то заполнить. Ну, если у вас хорошая фантазия, вы понимаете, о чем я. Ну и для тех, кто занимается съемкой видео, например, кино любительское и так далее, можно примерно такой эффект получить, когда вы используете такую лампу. То есть вы можете подсвечивать нужную вам область лица и лампы в кадре не видно. То есть вы понимаете, насколько она яркая. Фокус на глазах и картинка получается более чем интересная. Можно играться светом, можно передавать разные эмоции. И вот, например, лампа еще не появляется в кадре, но вы посмотрите, насколько ярко все. И уже когда лампа в кадре, то просто идеально все видно. То есть лампа действительно очень-очень яркая и позволяет, ну, очень много всяких штук творить. Я сейчас говорю не просто про декоративку, я сейчас говорю именно про видеосъемку, какие-то подсветки, интересные сюжеты. Это классный инструмент за недорого. Как вы считаете? Ну и дополнительно вот так вот просто верчу вот так вот лампу и посмотрите, какой интересный эффект получается. То есть рассеиватель хороший, видно меня отлично. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok